МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Увольнение одного, кажется, подействовало на остальных. За полтора дня коммунальщики почистили 500 остановок города. Случилось это после того, как глава администрации публично уволил гендиректора ленинской управляйки. 14-кратный рост тарифа на мусор в 2018-м. Сегодня случайно обнаружили общественные активисты на официальном сайте региональной службы по тарифам. Появился протокол того заседания, где и принималось решение. Вопросы о переименовании Кирова в Вятку подняли на этот раз в Вятской епархии и одобрили предложение в рубрике короткой строкой, коротко о важном. Театральную площадь приняли, но сцена не готова. Деда Мороза со Снегурочкой раскрасить не успели, как и доделать кое-что по мелочи тоже. Две сотни артистов на сцене, использование оркестровой ямы по назначению и противоречилая дружба кошки и собаки. В новогодние праздники филармония удивит кировчан приключениями щенка по имени Бублик. О главных событиях пятницы 22 декабря расскажет информационный канал «Город» в студии Артема Панекаровских. Здравствуйте. Увольнение одного, кажется, подействовало и на всех остальных. За полтора дня коммунальщики почистили аж 500 остановок города. Случилось это после того, как глава администрации публично уволил гендиректора Ленинской управляющей компании за плохо очищенных дворов. Сообщение о расчистке остановок от дирекции дорожного хозяйства зимой вообще появляется крайне редко. Но сегодня решили отчитаться. За последние дни на заснеженной остановке и невозможные подъезды к ним общественному транспорту поступало очень много жалоб. В редакцию обращались и сами водители автобусов, которые из-за наледи не могли остановиться, чтобы высадить людей. Как сообщают дирекции дорожного хозяйства, остановки чистили после прохождения колонн уборочной техники. Бригада рабочих также обрабатывала место посадки пассажиров противогололедным материалом. К вечеру все силы бросят на уборку дорог. С 8 часов в усиленном режиме все подрядные организации, каждый по своему титулу, проезжая часть будет очищена. Планы стоят до 100% нам надо все почистить. Тротуарная сеть тоже самая. План стоит к утру, чтобы было 100% все почищено. Но и бригады сформированы, и группы сформированы на снеговылышку. Например, за прошедшие сутки мы вывезли 5,6 тысяч кубических метров. План в приелах, как я озвучил, у нас по 5 тысяч кубических метров снега в день вывезли. Также сейчас на контроле администрация обработка лестничных спусков, подземных и пешеходных переходов по поручению Ильи Шульгина. В ближайшие сутки подрядчики должны будут повторно расчистить от снега театральную площадь, Гагаринский парк, тротуары у ботанического сада, у цирка и лестницы на набережной Грина. 14-кратный рост тарифа на мусор. В 2018-м сегодня случайно обнаружили общественные активисты. На официальном сайте региональной службы по тарифам появился протокол заседания, на котором было принято решение резко увеличить строчку в коммунальных квитанциях. В официальном документе черным по белому о том, как нынешний тариф в 18 рублей за кубометр утилизации мусора с 1 июля 2018 года превращается в 261 рубль, то есть в 14 раз больше. В региональной службе по тарифам нам пообещали прокомментировать свое решение, но только на следующей неделе. Тем временем юрист в коммунальной сфере Андрей Воробьев рассказал, что в разы выросли мусорные тарифы не только у спецавтохозяйства, но и у других компаний, занимающихся вывозом и утилизацией мусора. Но проблема говорит в том, что у кого-то тариф вырос в 2 раза, у кого-то в 14 к региональной службе по тарифам действительно много вопросов. Я думаю, что всегда нужно разбираться в ценообразовании тарифа для каждой организации. Какого-то даже ни обоснования, ни публичного обсуждения не было такого большого роста тарифов. Вопрос о переименовании Кирова в Вятку подняли на этот раз в Вятской епархии. Активисты Общероссийского народного фронта заметили, что из плана по ремонту дорог на 2018 год вдруг исчезли несколько самых рейтинговых и убитых улиц. Подробнее об этом не только в рубрике «Короткой строкой». Далее в эфире. В общероссийском народном фронте недосчитались нескольких самых убитых дорог, которые планировалось отремонтировать в 2018 году. Активисты ссылаются на изначально установленное правило включения в планы. Напомним, в перечень ремонтов 2018 года должны были войти в том числе и самые убитые дороги, за которые голосовали кировчане. Несмотря на то, что в городскую администрацию утверждают, что никаких изменений не вносили и список уже утвержден Москвой, активисты обнаружили в нем далеко не все самые рейтинговые участки дорог. Вопрос о переименовании Кирова в Вятку подняли на этот раз в Вятской епархии. Стало известно, что во время заседания епархиального совета участники рассматривали в том числе вопросы некой инициативной группы, предлагающей все же переименовать Киров в Вятку. К слову, священнослужители поддержали инициативы. Напомним, в последний раз тему переименования прокомментировал губернатор Игорь Васильев. Тогда было сказано, что в регионе есть и более серьезные вопросы. Киров попал в список богатых, но не самостоятельных региональных столиц. Специалисты консалтингового бюро «Стрелка» составили рейтинг богатых и бедных столиц регионов. Для этого сравнили доходы и расходы городов. Вместе с Кировом оказались, например, Ханты-Мансийск, Челябинск, Сыктывкар и Грозный. Самостоятельностью могут похвастаться Калининград, Краснодар и Тюмень. А вот бедностью и несамостоятельностью отличились Волгоград, Ижевск и Йошкар-Ола. 1160 призывников отправятся на службу. Военный комиссариат подвел предварительные итоги осеннего призыва. Отмечается и состояние здоровья молодых людей. Только 26% отправляются на службу без каких-либо ограничений по здоровью. В Кирове применят новые технологии при сдаче ЕГЭ в 2018 году. Об этом сообщают правительства. Региональные пункты проведения единого экзамена будут оборудованы специальной техникой. 68 мест для сдачи устной части иностранных языков. Также речь идет о большой партии принтеров и сканеров. Планки экзаменов отныне будут печататься на местах. Из федеральной казны на осовременивание технологий ЕГЭ Кировской области выделят около 10 миллионов рублей. Не подведет ли организм на самом важном взвешивании сезона и что скажут тренеры, узнав результаты последнего финального состязания? Ну и главная интрига. Кто же станет первым чемпионом в истории проекта «Похудела»? Развязка сезона уже в это воскресенье. На этой неделе борьба шла только между четырьмя финалистами. Они уже победители проекта, но осталось узнать совсем небольшие детали. Кто среди них самый лучший и кто получит суперприз проекта «Романтическое путешествие». Ради такой награды им устроили по-настоящему жесткое испытание. Каким бы сильным ни было желание победить, после круговых упражнений на время некоторые мечтали уже только о конце состязаний. Не раскрывая подробности финала и имени победителя, скажем только, что результаты стали полной неожиданностью для всех, кто участвовал и наблюдал за проектом. Именно в финальной программе свои результаты покажут те, кто покинул проект раньше. Кто из выбывших сложил руки и перестал худеть, а кто наоборот показал хорошие результаты. Все подробности узнаем в это воскресенье в 20.00 на Первом городском канале. В эфире информационный канал «Город ММ». Продолжаем. Один человек получил травмы в ДТП на улице Московской. Там водитель Лады Гранта сбил 40-летнюю женщину. Кадры ДТП зафиксировал видеорегистратор очевидца. Все подробности в рубрике «Место происшествия». Напоминаем, что материал имеет возрастное ограничение 12+. На этих кадрах видно, как водитель Лады Гранта на высокой скорости сбивает пешехода. Сразу после аварии к пострадавшей женщине подбежали очевидцы. Они вызвали скорую помощь, а также полицейских. Женщине медики оказали помощь. Госпитализация пострадавшей не потребовалась. Скорее всего, виновник аварии, служащий на Гранте, по предварительной информации ГИБДД, он сбил женщину на пешеходном переходе. Полиция продолжает разыскивать вероятного педофила, который на перроне железнодорожных путей остановочного пункта 9-й километр по улице Широнинцев совершил насильственные действия сексуального характера в отношении подростка. Если вы узнали мужчину на видео, срочно звоните в полицию по телефону. 02 или 102. Необычным способом отметил расставание с супругой водители приоры в чистых прудах. Мужчина разогнался и на скорости вылетел в кювет. Эту картину увидели сотрудники ППС, которые задержали лихача. Сейчас водителю грозит административная ответственность. Это штраф, 30 тысяч рублей и лишение прав на полтора года. Также придется восстанавливать битую машину. Театральную площадь приняли, но сцены не готовы. Дед Мороза со Снегурочкой раскрасить не успели. Как и доделать кое-что и по мелочи тоже. Открывать и зажигать главную елку города будут 24 декабря. Сегодня городок принимала специальные комиссии. Напомним, строительство ледового городка началось в первых числах декабря. Подрядчики переживали, что не успеют к сроку. Сдать должны были сначала 20 декабря. Но на последней пресс-конференции в администрации обозначили новую дату 22 число. И сказали, что стопроцентно ледовый городок будет готов только к 31 декабря. В этом году площадь оформлена в театральном стиле. Сегодня в приемке городка принимали участие чиновники из городадминистрации и сотрудники МЧС. Сцена еще не готова. Скорее всего, ее тоже будут принимать ближе к 31 декабря. Фигуры Деда Мороза и Снегурочки еще не раскрашены. Художники обещают доделать работу к дню открытия главной елки города. В целом же новогоднюю театральную площадь комиссия приняла. Напомним, открытие ледового городка состоится в воскресенье 24 декабря в 16.00. С этого же дня начнет работу и открытый каток. Кировчанам обещают праздничную программу для детей и поздравления сразу от двух Дедов Морозов. Как пояснили в администрации, один обычный, а другой вятский. Две сотни артистов на сцене. Использование оркестровой ямы по назначению противоречивая дружба кошки и собаки. Филармония готовится к праздничной премьере. Даже не спектакль, а целый мюзикл о новогодних приключениях щенка по имени Бублик. Настолько масштабных постановок на сцене не было уже давно. В ней участвуют воспитанники сразу нескольких музыкальных школ, театров и студий. Выступать будут исключительно подживую музыку целого оркестра. Тоже, кстати, редкость. Во всяком случае, для Кирова. На репетиции побывал Никита Тузов. По-другому хоть немного охладиться, просто никак. В этих костюмах очень жарко, признаются актрисы. Людмила Аникеева и Светлана Столбова исполняют главные роли. Котенка Снежка и щенка Бублика. Совместные приключения объединяют героев и противоречивая дружба кошки и собаки становится реальностью. Мой герой, он изначально такой одинокий, жаждет любви, тепла, света. И тут я нахожу своего друга, котенка. Новогоднее приключение щенка по имени Бублик – это праздничный подарок от филармонии, что называется исключительно собственными силами. Сказку, по которой поставлен даже не спектакль, а полноценный мюзикл, написали в нашем городе. Она, по мнению автора, будет интересна и взрослым, и самым маленьким зрителям. Зритель, который должен прийти в зал, как нам кажется, это может быть самый маленький человечек, да, два-три годика, и он все поймет и оценит нашу историю по-своему, потому что прекрасная музыка, веселые песни, да, как-то все это весит зажигательно. При этом, если детям должен понравиться в первую очередь сам спектакль, то родители обязательно отметят массовость постановки. В ней участвуют ни много ни мало 200 человек. Кстати, огромное внимание уделено и музыке. Она живая на протяжении всего спектакля. Ради этого на сцене открыли оркестровую яму, где разместились музыканты. Для Кирова редкое явление. Коллектив «Филармония» уверен, перед праздниками надо удивлять. У нас «Филармония», у нас не музыкальный театр, но мы все-таки однажды решили рискнуть. И мы очень надеемся, что у нас это получилось, и очень рады тому, что у нас уже появился свой слушатель, и что наши слушатели уже знают, что под Новый год и после него будут подобного рода спектакли. Увидеть приключения щенка Бублика кировчане смогут семь раз. Премьера в следующую субботу, 30 декабря. И раз уж мюзикл новогодний, то зрители не останутся без хорошего настроения. И, конечно, подарков. Гостей спектакля ждет не только действие на сцене, но еще и шоу-программа «Фойе второго этажа». Все желающие смогут принять участие в конкурсах, за победу в которых организаторы обещают сладкие подарки. Никита Тузов, Александр Рожков, информационный канал. Город. И в конце выпуска о прогнозе погоды на завтра с ним вас познакомит Татьяна Чупракова. 23 декабря в Кирове пасмурно и небольшой снег. Температура воздуха днем минус 7, а ночью минус 9 градусов. Ветер западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление составит 739 миллиметров ртутного столба. Желаю вам отличных выходных! Такой была эта пятница, 22 декабря. Если у вас есть новости, звоните в редакцию информационного канала «Город» по телефону 54 18 19. В студии для вас работал Артем Панекаровских. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова